Итак, радужное гейское полотенце и битва века. Было сложно это всё достать, да, но это настоящее белорусское пиво, это было попроще, и настоящее украинское пиво. Оба они ячменные, кстати, да? Оба премиальные и оба ячменные, вот. Обычные светлые ячменные, да? Так, прошло 10 минут, как я их налил, сейчас смотрим разницу. Вот на этой хрени, да, пены есть. На этой хрени она более тёмная, пены нету, да? Но она постоянно появляется, она не кончается, да? Остаётся, но она мало совсем. Это какое-то жёлтенькое, смотри, да, жёлтенькое такое вообще всё. Вообще жёлтенькое, а жёлтый такое вообще. А второе какое-то такое оранжевое такое, янтарное, тёмное даже, можно сказать, в тёмный какой-то закус. С чего начнём? Начнём сначала с белорусского. На запах пахнет цветочками. Цветочками пахнет. Потом попробуем украинское понюхать. А украинское пахнет какой-то карамелью, непонятной достаточно. Вот это цветочками пахнет, а вот это какой-то карамелью, притом жжёной какой-то. Так, дегустация белорусского. Приятный, у белорусского приятный, но очень слабый вкус какой-то. Дегустация украинского. Тут вкус пожёстче, но не сказать, что вкуснее. Непонятно, да? Так это горечь какой-то, несвежая чё-то, да? Пьёшь. Теперь наоборот. Кажется, со второго раза украинское стало чуть получше. Уже можно пить, да? Можно, да? Но теперь белорусское. Что странно, после этого у белорусского тоже появился какой-то неприятный привкус. Ну, короче, в общем, да, результаты. Вот это вообще какой-то чё-то несвежего сделано. Может, его долго везли или где-то неправильно хранили. Я подозреваю в этом всё дело, да? Поэтому такой цвет и такой вкус, что оно долго ехало, да? И хрен знает, где хранили и как провозили, да? В общем-то, в Российской Федерации тяжело достаточно сейчас провозить такое. Так что вот это, наверное, всё-таки на тройку тянет. Если бы оно было свежее, на четвёрку потянуло с минусом. А вот белорусское тянет на четвёрку с плюсом. Вообще без претензии. Ну, а, наверное, оно шибко слабое. Вот это вот намного посильнее будет. То есть, 4 с плюсом за белорусское и 3 за украинское, да? Вот так. Просто несвежее, скорее всего, да? Но она бы четвёрка с минусом получила, если вот это было свежее. Она получила бы четвёрку с минусом. А вот это четвёрка с плюсом. Есть разница всё-таки. Хотя должны быть вообще одинаковые. Судя по всему, да, это хрень, да? Одинаковые должны быть. Моему опыту они должны вообще быть одинаковые. Ну, а такое даже в рамках России бывает. Типа два сорта одинаковых. И из одного того же состава технологии, да, из одинакового всего. то бывает даже в Российской Федерации. Тушите общим свет.